Здравствуйте. А на 22 число есть билеты у вас? А сколько вот стоит? Вот стоимость. Ага, ага, хорошо. А вот тут по новостям говорили, что ли, вроде как 10 дней дали на закрытие. То есть все без перемен, да? Если вас что-то смущает, можете купить 22 число. Хорошо. Ну то есть самые дешевые от 500 до 800. Ага. Узкие выходы, ненадежная проводка, отсутствие автоматической системы пожаротушения. Все это прокуратура сочла достаточными основаниями для закрытия Иркутского цирка. Причем закрыться учреждению предложили добровольно. Но билеты на представление здесь продают до сих пор. Да и зрители на новое шоу собираются. Не боюсь. Потом проблема разрешила, наверное. Походу. А вы думаете, 10 дней хватит, чтобы все неустойки решить? Ну почему бы и нет. Если захотеть, все можно разрешить. А вот Станислав Иванов приехал вместе с компанией. На 23 февраля гость из Екатеринбурга как раз захотел купить билеты для друзей, дети которых сильно хотят увидеть клоунов и акробатов. Да и сам давно не был в цирке. Но вот про ситуацию с закрытием развлекательного учреждения гость с Урала ничего не знает. И все-таки надеется попасть на представление. В качестве подарка билеты купить. И я считаю, что нормально абсолютно в этом плане. То есть я ничего такого не заметил. Ну то есть вы не боитесь друзьям порекомендовать цирк? Конечно, конечно не боюсь. А в какие числа? Ну вот я смотрел на даты ближе к праздникам. Вот, то есть где-то в эти... То есть как раз на последние представления перед первым мартом, когда вот программа заканчивается? А да, да, где-то так. Надо успеть, потому что если закроется, то неприятно будет. Мы позвонили директору цирка Людмиле Балдорук, чтобы узнать причины, по которым заведение продолжает работать. Она ответила, что сейчас не готова давать комментарии, так как решает вопрос о дальнейшей деятельности цирка. А пока в кассах по-прежнему продают билеты на представления и принимают зрителей. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков. Новости сейчас.